Во время перерыва в регулярном чемпионате КХЛ, пользуясь временной передышкой в игровом и тренировочном процессах магнитогорской ледовой дружины, мы побывали в гостях у защитника магнитогорского металлурга Ярослава Хабарова. Причем повод для нашего визита был более чем значимый – Всемирный день детей, который был учрежден Организацией Объединенных Наций в 1954 году и который отмечается 20 ноября. А так как Ярослав год назад стал счастливым отцом, то мы не нашли лучшей кандидатуры, чем он для того, чтобы поговорить о вечных неприходящих ценностях, о семье, детях, о радостях отцовства и о многом другом. Ну как личность не сильно, наверное, изменила, просто немножко так ответственнее стал, больше такой домашний, ну в принципе я и так домашний был, ну вот, ну не особо изменила, но все равно стали заботиться о малыше, больше все как бы все в дом, все дома, теперь домашними, теперь такими стали родителями. Я отверз Катю в роддом утром, вот, весь день ждал и вечером она мне позвонила, в 7 вечера, по-моему, сказала «Я все». Ну вот, ну я обрадовался, так волнительно было, вот, и уже, по-моему, на следующий день я уже приехал к роддому, или в этот вечер. Нет, наверное, на следующий день она мне показала Лешку с окна, и через день мы уже ее забрали с роддома. Да нет, конечно, какой спортсмен, обычный, обычный маленький ребенок, который, у которого свои мысли в голове научился недавно ходить, о спорте мы еще пока не думаем. Ну, тяжело, во-первых, воспитывать ребенка уже год, практически одна, часто на выездах она одна, о Лешке, там о собаках, о кошках, о всех заботиться, ну ничего, вывозит вроде. Не знаю, мы не думали, как захочет, я думаю, что вот чуть подрастет, и если клюшку возьмет, ну отдадим, ну, смотря на других детей, там в раздевалку вот после игры заходят, все уже с клюшками, хотя не намного старше клюшки, уже берут клюшки. Ну, поначалу было тяжело, непривычно, сейчас уже привыкла, знаю, когда, лучше у него знаю, когда у него отъезды, когда он приедет, все, ничего, все хорошо. Ну, мы, конечно, все обсуждаем, вот, но поддаюсь его мнению, конечно, больше. Да, ну, неправда, что ли. Да нет, ну, да. Все, вместе решаем. Когда есть свободные выходные, то выбираемся на банное, сейчас с ребенком гуляем, чтобы свежим воздухом дышал, вот, а так, в принципе, традиций нету, наверное, никаких. А летом? Летом, ну, поезжаем за границу, каждый май стараемся, в июне уже тренироваться, ну и все, в июле уже собирают на сборы. Мы относимся к вам так же, как и вы к нам, ценим, уважаем, и огорчать, конечно, не хочется, но бывают всякие моменты, вот, и нужно оставаться верными своему клубу, своим болельщикам, и я думаю, мы будем вместе работать над этим, и у нас все будет хорошо. В этом году очень мало болельщиков ходит, чтобы больше приходило народу, потому что команда играет очень хорошо, вот, так что приходите, болейте, поддерживайте команду, мы ходим уже, нам очень нравится хоккей, мы любим его, болеем за папу, так что ждем всех в арене «Металлург». Фоторепортаж о нашей встрече с Ярославом Хабаровым, его супругой Екатериной и сыном Алексеем вы сможете увидеть в ноябрьском номере официального журнала хоккейного клуба «Металлург». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова